ребята всем привет в преддверии нового года практически уже полторы тысячи подписчиков и это говорит о том что канал потихоньку скорее всего наверно развивается скорее всего вам что-то из моих видео кажется интересно ну или просто тупо вечером сидя в интернете делать нечего перебирая ролики ответить на мое видео но в общем сегодняшний день у меня прошел вообще необычно хочу показать вам в общем как мы летом по моему приехали в деревню ну куда к себе к своим родителям и вот у нас в процессе стройки тоже назрел сина это сенокос ну время как раз именно то а как раз дожди лили ужасным то есть все это проливало вот практически вся отрыва стояла в воде и из-за этого вообще сенокос урожай был таким сочным сено был хороший в общем чем могу сказать смотрите ролик наслаждайтесь как раз сейчас будет такой момент когда мы купили проторную косилку заря по моему да но это мотоблоку у меня есть подраздел и вот можете против либо по ссылке в описании то есть там по таких вещах как самоделки к мотоблоку вроде когда время есть занимаюсь и снимаю видео исключительно как бы сказать для себя вообще и кому может быть интересно ставьте лайки в общем давайте смотрите наговорил хер его знает чё ну в общем всех всем здоровья добра бабла и в общем погнали специально мы съездили в район и приобрели вот такую косилку так сейчас мы его вытащим рассмотрим сами все вместе прям посмотрим комплектация была вот такие вот штуки заряная все идемте короче такая зигня это батя захотел эту косилочку и мы его немножко потравили так ну для начала конечно вот эти редукторы нужно мне кажется обязательно разобрать смазать забить литолу туда вот вот этот вот этот вот все полностью эти наверное вещи детали где все крутится все скорее всего придется смазать а он обмасляет так ну для начала давайте прикиньте а он вот тут вот а ремень тоже идет стиль да вот здесь краску снимать надо так ну вот так ну вот здесь редуктор отсюда привод это вот эти все да вот да привод на него идет от вот этого ремня вот такая вот техника будет так что наверно ключи сейчас эти открутим да посмотрим все смажем вот здесь вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok 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 Метоблок Ты руль вот этот опусти Руль опустить надо Он вот так вот идёт, блин Принеси к нему что-нибудь Не так вот Эх 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 Продолжение следует... 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 Вот так вот. Николай Кузьмич, скажи пожелания. Ну дай бог это... Вот правильно. Погнали? Погнали, да. Ай да с богом. Вот там вон косано, вот так прям с краю заезжает. А что он не останавливается? Пошли. Мне с вами... А туда? А туда? А туда? Вон. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы его бензин не промоем и дальше поем... Продолжение следует... 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 от жирный кроват клевер вот так вот барабан немножко забивается ну с боевым крещением с первым покосом что удивительно хочу показать вот третий уже загон первый загон который я проходил это был тренировочный вот он как забивается трава густая первый был погон тренировочный и поэтому нужно было к скорости привыкнуть немножко травы в принципе достаточно коси не хочу но косить можно много при большом желании сейчас короче забился фильтр вот я попробовал бензином промыть и чё он уже по сути дела все просыпается просто рассыпается но нам самое главное чтобы был фильтрирующий элемент понятное дело что не положено такой фильтр ставить ну как бы сказать так ребятки на смотрите вот вчера сделали вот такой большой покос вот он вон до того места и на самом интересном месте у нас короче ремень порвало порвало по нашей причине вот короче говоря я сделал небольшие работы с установкой двигателя менял небольшое крепление и после этого вот эти детали размеры они немного изменились настройки ремня ведь косилка она тоже еще настраивается оказывается она строит с помощью небольших шайб и регулировочного вот этого шкива вот то есть шайбочки засовываешь вот тем самым увеличивая либо уменьшая пространство ремня ну в принципе началась жара уже было трудно работать короче мы собрались и уехали домой вот а сегодня новый день опять в бой ни хрена себе как потерял а чего-то это все больше нету а где-то потерял вот такая кучка ты один подымаешь хлопск оно легкое да все процесс пошел давай давай едь едь процессе на сборке пошел так ну чё ребята в целом можно подвести наверно итог это роторной косилки первый сезон 2017 год мы с ней накосили но не так конечно много вы не так мало да кстати сразу вот из первые нюансы вот эти ножи которые идут в комплекте они не мягкие короче они режут но один уже зуб мы прошу кали потом чуть попозже я покажу вам какой способ на следующий год будет применен вместо вот этих лапок то есть будут самодельные ножи а какие мы увидим потом ну кто стоит ли вообще покупать такую косилку вот местному вообще жителю у которого есть небольшой поголовье кроликов вот в целом по большому счету я бы вот эту всю часть тележку мотоблок косилку просто рекомендую используются в деревне есть свои нюансы по поводу косы посмотрите сейчас правильно поставлю так как бы это сделать вот видите вот этот ролик и вот здесь вот вот он ролик как раз помощью этого и соединяется ремень но дело в том что его нужно регулировать регулировать нужно вот с подкладом вот этих вот шайб вот здесь вот они вот показаны вот я бы конечно себе в целом на будущее потом здесь сделаю наверное какие-то стежники потому что когда ты начинаешь косить вот а у нас сама поверхность как это правильно сказать пастбище или поле падается неровное то есть там получается бугры всякие ухабы короче старые колея вот и приходится иногда проходить с мотоблоком косить по такому хабам и это вся конструкция начинает туда-сюда трястись и ремень вот так вот начинает немного стачиваться один в принципе вот мы уже сточили сразу когда начали тестировать ну короче чё долго болтать вот ребята в общем нам эта косилка очень понравилась есть конечно свои такие недоработки в целом но по большому счету рекомендую так все всем спасибо за внимание кому понравилось пальцы вверх всем добра и позитива